Всем привет, с вами Ванделей и мы возвращаемся к Стаукер Тин Чернобыля. Это 28 выпуск посвященный секретам, багам и изучению данной игры. Сегодня я расскажу вам, как починить неработающий разговор бандита и шустрого, сколько в игре биноклей и как их получить даже от монолитовцев и как так вышло, что большинство игроков видят сломанную сцену с представителем осознания. Ну что же, дорогие друзья, погружаемся в тень Чернобыля. Перепроходя игру в очередной раз, я решил присмотреться к доске объявлений в x18. Вроде всегда она здесь висела, но только сейчас я подумал, как нелепо это выглядит. Сами подумайте, зачем в секретной лабе висят объявления? Сниму квартиру, куплю квартиру, куплю золото. Сразу чувствуется какое-то секретное место и ведь телефончики кто-то даже отрывает. Может быть норки? По идее, в этих объявлениях вообще используются киевские адреса. Например, видна площадь Славы. А конкретно, коммунистическая партия Украины приглашает работников лаборатории на первомайскую демонстрацию на Киевской площади Славы. Дело в том, что разработчики сфотографировали реальные объявления в своем городе и в фотошопе превратили фотографии в такую текстуру. Это видно потому, как повторяются многие фрагменты. Еще можно рассмотреть объявления с обращением к женщинам. Это тоже довольно смешно, учитывая, что объявление висит в зоне. А применив навыки пиксель-хантинга, можно заприметить, что это самое объявление от коммунистической партии используется в главном меню. Только здесь текстура зеркально отображена. В поисках интересного порой приходится лезть аж в код движка, в котором есть разные приколы, широко известные в узких кругах билдоманов. Вот замечательные дефайны. Мановар Суперпрограммер, Топ Секрет, Кул, AMD Rulis Forever, MS Bugs Off. Вся эта прелесть появилась в 2002-м и с тех пор так и осталось в игре. Сергею Иванцову, имеющему никнейм Мановар, на тот момент было 24 года. Не иначе именно он признался таким образом в любви к продукции AMD. И да, помните как в последние годы на ТЧ выходили патчи для мультиплеера? Вот их писал Мановар, хранитель пысовских серваков, оставшийся даже после отмены Сталкер 2 и прекращения фактической деятельности компании. Пройдут года и если пыс опять закроются, исчезнет все, но Мановар на своем рабочем месте останется. А вот в данном файле обнаруживается следующий текст. Функция для тупых требований THQ и тупых американских пользователей. Этот эмоциональный комментарий связан с кодом, который был написан по требованию THQ. Заключался он в том, чтобы игру нельзя было запустить на ведрах, если у вас недостаточно оперативной памяти. Или оперативной памяти, подкачки. В общем, тупыми автор назвал тех пользователей, которые не читают минимальные системные требования и будут пытаться запустить игру на слабых системах. Именно для таких пользователей и писался код, чтобы у издателя не было проблем с жалобами, почему у меня игра идет в 2 фпс. Как вы поняли, внутри игры много комментариев, разной степени интересности. Например, открываем файл инфопоршней армейских складов и здесь все подписано. Где инфопоршень выключения мутюгальника, где избиение патруля свободы, а где некие охотнички мля. Это инфопоршни вырезанного квеста и довольно интересного. По нему скряга отправлял нас в деревню, где сталкеры шли к водонапорной башне, но тут появлялся контролер. Подробнее квест показан мной вот в этом видео, о билде 2232. Кстати, в билдах в энциклопедии, в статье про контролера как раз был его скриншот, сделанный у этой водонапорной башни. К релизу задание заменили на банальный квест уничтожить кровососов в деревне. Причем, если сначала отправиться к угрюмому, то мы сможем взять у него квест убить кровососов, а потом еще один у скряги. Но и это не предел. Охотник в баре тоже просит нас убить кровососов в той же самой деревне. То есть мы можем взять три аналогичных квеста одновременно. И это тоже еще не все. Лукаш имеет набор самых разных заданий, чего он только не просит. И вынести блокпост долго на свалке, и уничтожить военных на агропроме. И среди прочего, он тоже может выдать задание на уничтожение кровососов. Таким образом, в игре целых четыре одинаковых заказа насосочей в одной и той же деревне. Ну вот, копаешься в такой файлах, и вдруг видишь внезапные гулаги. Если вы когда-нибудь делали свой мод на сталкер, то для вас не секрет, что в техническом сленге разработчиков фигурировало понятие гулаг. Это скрипт, по которому NPC в смарт-трейне выполняют работы. Именно поэтому и гулаг. Работы — это, например, патрулирование местности или сидение у костра. У этих работ есть приоритет. К примеру, первый сталкер, попавший в гулаг, будет выполнять патрулирование. А второй — работу со следующим приоритетом. Так что не удивляйтесь, если однажды запустите игру. А новички в деревне такие, шаг первый — найти ключи, шаг второй — выйти из тьмы. Ну и вообще, слово «гулаг» даже на западе тоже используется в разных значениях. Хотя, конечно, странный сленг. Ранее я упоминал, что между Шустром и одним из бандитов по задумке на АТП должен происходить диалог, и мы могли бы втихую подкрасться и подслушать разговор. Почему же эта сцена не работает? Ошибка таится в том самом файле гулага. Вот здесь, в слове «предикат» пропущена буква «п», то есть диалог бандита и Шустрова корректно не работает, буквально из-за одной пропущенной буквы. В скрипте поведения бандита. И мы можем исправить эту ошибку. Закинуть исправленный файл и вуаля. Всё работает как надо. При этом технический бандит говорит сам собой, потому что фразы Шустрова тоже привязаны к нему. Ещё можно открыть файл с квестами на армейских складах и найти здесь оставшиеся тестовые задания. По типу «зайти в рестриктор». Занятная мелочь. Граната VOG25P. На самом деле имеет название P кириллицей. Но в играх используется обозначение латиницей. И знаете к чему это привело? В английской локализации эта P была принята за R кириллицей. И в западных версиях игры граната называется VOG25R. Помните, как давным-давно у сталкера был такой известный набор секретов и багов, которые копипастились с одного ресурса на другой? Например, все знали, что если назвать сохранение DEV, то иконка сейва примет зловещий вид. Интересно то, что почему-то инфа о всех прочих вариациях такого прикола в народ не пошла. Во-первых, это конечно не специальная пасхалка, а техническая особенность, связанная с атласами текстуры интерфейса. Такие текстуры содержат сразу много элементов. И чтобы прописать в нужное место нужную иконку, они имеют свои ID. И если назвать сохранение таким ID техническим именем, то мы получается пропишем сохранению иконку из атласа текстур. Так что поставить можно не только череп, но и любое изображение мутанта, персонажа или элемент интерфейса. Причем работает это почему-то только в полноэкранном режиме. А при игре в оконном такой фокус не сработает. В предыдущем видео я рассказывал, почему у Петрухи можно выкупить бинокль. А как вы думаете, сколько всего в игре сталкеров, в котором прописан такой девайс? Их 14. Первый бинокль у Петрухи, два у бойцов беса. Попробуйте выбросить перед ними хорошее оружие, желательно в идеальном состоянии. Они его возьмут, а бинокль выбросят. Далее у семи бойцов группы черепа, тоже есть по биноклю, при этом у самого черепа бинокля нет. Эти ребята вооружены грозами, поэтому чтобы они выбросили бинокль, их нужно поманить оружием получше. В любом случае РПГ срабатывает всегда. В начале радара находится пост монолитовцев из четырех человек, двое из которых смотрят в бинокли, при этом прописаны бинокли всем четверым. Далее я бросился в самоубийственную атаку до доброй воли, предлагая фанатикам РПГ. И один бинокль выбить все-таки получилось. Наконец еще один пятнадцатый бинокль лежит на ЧАЭС, на точке с командиром. И конечно бинокль как предмет есть у главного героя, он лежит в специальном слоте, который просто не отображается, а вот в билдах кстати он отображался. Интересный факт, бинокль основан на движковом классе пистолета, а болт на классе гранат. Именно по этой причине они оба недоступны в зонах без оружия. Знаете ли вы, что многие костюмы имеют бамп от долговской брони, в том числе ветер свободы и монолитовский комбис, которым этот бамп не подходит. То есть у моделек выпирает не то и не там. Вот так надеваешь ветер свободы, а в душе все равно долговец. И последняя интересность на сегодня. Обратите внимание на сцену с представителем осознания. По задумке авторов она должна выглядеть так, но многие игроки видят ее так. Если пройти бункер без перезагрузок, то в конце представитель и правда будет висеть в воздухе, как и задумано. Но если вы будете постоянно перезагружаться, то сцена немного сломается, голограмма опустится вниз. Причем специальная анимация парящего представителя ломается даже физически. То есть болтом. Ну что же, на этом видео подходит к концу. Если вам было интересно, то переходите в плейлист и смотрите предыдущие выпуски, чтобы узнать, где в игре находится могила разработчика и чтобы разгадать загадку несъедобного хлеба на базе бандитов. Большое спасибо за просмотр и поддержку в комментариях. И спасибо всем, кто присылал находки для этого выпуска. Присоединяйтесь к моим ресурсам. Все ссылки в описании. А с вами был Ванделей. Вся тайная станет явным.